Здравствуйте! Время подвести итоги недели. Давайте вместе вспомним, что важного и интересного произошло за это время в регионе. Итак, в этом выпуске заложники благоустройства, среда в центре города стала еще недоступнее за нового бордюра. В Питере подписывать, о чем региональные власти договорились на международном экономическом форуме и оздоровительный центр с ритуальными услугами в качестве бонуса, где в Иванове можно попариться. Покажем наш банный обзор. Ремонт Ивановских проспектов продолжает вызывать недоумение горожан. Уже несколько раз мы рассказывали о реконструкции проспектов Шереметьевского и Ленина. В первом случае ивановцы были возмущены расширением тротуаров и переустройством парковки, под которую была забрана одна из полос движения. Затем губернатор выступил с требованием дословно вернуть все, как было до ремонта. Станислав Воскресенский отметил, что такие масштабные работы нельзя проводить без предварительного обсуждения с жителями. Сейчас нашу редакцию посыпались новые жалобы от горожан. На этот раз споры возникли из-за ремонта проспекта Ленина, а точнее из-за пешеходного перехода рядом с первой аптекой. Здесь тоже расширяли тротуары и забрали полосу для парковки. Часть бордюров на одной стороне убрали. Остались ямы, куски разбитого асфальта и тротуара. На другой стороне пешеходник заблокирован бордюрами. Прохода нет. Пожилые люди с трудом перебираются через преграду. Мамы с колясками буксуют на гравии. Здесь был пешеходный переход. Где здесь есть съезд для коляски, для инвалида? Ну вот как мамочки здесь будут переходить? Собственно, я вот это хотела у них узнать. Я подходила, спрашивала. Они сказали, что остановку перенесут. То есть здесь не будет пешеходного перехода? Если он здесь останется, то здесь ни одна мамочка с коляской просто не проедут. Инвалид здесь просто никогда на коляске не переедет. Лето пора подросткового и детского травматизма. Особенно в этот период растет число ДТП с участием детей. Снять наушники, отвлечься от телефона. В Иванове на тротуарах перед пешеходными переходами появились необычные знаки. Они рассчитаны на невнимательных прохожих. Подробнее о том, что это за информационные знаки, кто их придумал и где размещают, расскажет Татьяна Прокопенко. Граждан с трафаретом и баллончиками с краской можно в эти дни увидеть у пешеходных переходов возле школ. Активисты родительского комитета города, ГИБДД и управления образованием придумали необычную просветительскую акцию – рисовать на подходах к зебрам, предупреждающие информационные знаки. Основная задача рисунка – предупредить о приближении проезжей части тех, кто смотрит в экран телефона, а не по сторонам. Здесь четыре основных пункта – это посмотреть по сторонам, снять наушники, если у нас ребенок или взрослый слушает музыку, отличить непосредственно от телефона, посмотреть на дорогу. Ну и если мы переходим с маленьким ребенком, то нужно убедиться, что ребенок идет с тобой за руку, а не бежит где-то отдельно. Такие информационные знаки появятся в ближайшие дни на переходах у всех школ Иваново. Ведь в первую очередь они рассчитаны на детей. А дети и в июне ходят в школу. Причем не только выпускники, сдающие экзамены. Летом в июне работают лагеря школьного дневного пребывания. И дети все равно идут в школу. Но к первому сентября мы эту акцию обновим. Если вдруг сотрется покрытие, мы обновим и детей подготовим как следует к школе. Ребята из дневного лагеря 26-й школы и сами приняли участие в нанесении непривычной дорожной разметки. И еще раз повторили правила дорожного движения вместе с госинспектором. Статистика ДТП с участием детей тревожная. Дорогу мы переходим только по пешеходному переходу. У нас они в основном регулируемые и нерегулируемые. Но самое главное правило, прежде чем переходить через дорогу, что мы должны сделать? Посмотреть по сторонам. Убедиться в том, что водители нас видят, что нас пропускают. С начала года на сегодняшний день в городе Иваново зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних участников дорожного движения. В прошлом году за аналогичный период было зарегистрировано 16 ДТП. Подобные акции проводятся и в других регионах страны уже не первый год. Акценты могут быть разными. Где-то пешеходов просят убрать телефоны, где-то снять наушники или капюшоны. Татьяна Прокопенко, Сергей Степакин, телекомпания «Барс». На экономическом форуме в Санкт-Петербурге заключено концессионное соглашение для создания кампуса «БИМ» в Иванове. А еще подписано соглашение с «Росатомом». Какие последствия все это будет иметь для региона и что еще происходило на международном экономическом форуме, расскажет Дарья Костина. Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года. Это ведущая площадка для общения деловых кругов под патронатом президента России. Делегацию Ивановской области возглавил губернатор Станислав Искресенский. О регионе говорил на разных платформах. Ключевое событие – подписание соглашения о создании кампуса «БИМ» в Иванове. Подписывается концессионное соглашение о финансировании, создании и эксплуатации студенческого кампуса мирового уровня «Большая Ивановская мануфактура». Документ предусматривает реконструкцию объекта культурного наследия регионального значения, который в настоящее время не используется и находится в неудовлетворительном состоянии. Здесь должно появиться научно-образовательное пространство. Центр с современными программами, библиотекой – 2500 мест для проживания студентов. Общий объем инвестиций – 10 миллиардов рублей. Проект предполагает и благоустройство территории кампуса и прилегающей набережной Уводи. По словам Воскресенского, для Ивановской области это новый уровень качества высшего образования, как следствие создание новых предприятий и новых рабочих мест, а также перезапуск знакового для города пространства – исторического центра Иванова. В России 17 регионов, где создаются подобные кампусы. Разговор об экономике продолжился в гостиной губернаторов. Станислав Воскресенский заметил, предприниматели быстро адаптировались к новой реальности. Привел пример Ивановскую область. У нас есть компания, не буду называть ее название, выручка которой сократилась в 2022 году за санкции на 70%. Она была связана с поставками компании автопрома, мирового автопрома. Казалось бы, да, но должны были руки опустить, уныть или как некоторые госкомпании сделать. Которая выручка которой срочно побежает за субсидиями, за поддержкой. Недавно был на предприятии, говорю, ну как дела сейчас? Мы идем плюсом к 2021 году, к хорошему. Я говорю, как это возможно? Здесь перегруппировались, здесь изучили, у нас есть технологии, изучили новые рынки, новые возможности. Открылся рынок, которого вообще никогда не было. Сейчас делаем совершенно новую для себя продукцию. Идем плюсом к 2021 году. Воскресенский заявил, на фоне санкций вырос интерес к своей стране и малым городам. О развитии последних губернатор написал большую статью. Главный тезис – неправильно, что монополия на хорошую жизнь в мегаполисах. Как изменить ситуацию и привлечь инвесторов? Воскресенский в рамках форума рассказал федеральному каналу. Отметил, в регионе 95% дорог между городами находятся в нормативном состоянии. В каждом муниципалитете появилось знаковое пространство. В поволжских городах – благоустроенные набережные. Запущены ласточки до Москвы, Нижнего Новгорода, прямые самолеты до Петербурга. Что, по словам губернатора, привело в область две крупные федеральные компании. Офисы открыли САГАС и Интеррау. Сейчас в регионе, добавил Станислав Искресенский, рекордно низкий уровень безработицы. Добиться этого удалось за счет создания новых рабочих мест в нескольких отраслях. Прежде всего, в легкой промышленности. Так, в прошлом году в Родниках открылось крупнейшее в стране предприятие по производству трикотажного полотна. Теперь 75% трикотажных тканей создается у нас. Во-вторых, это машиностроение. Приведу конкретный пример. У нас есть предприятие, кстати говоря, которое стало крупнейшим налогоплательщиком в регионе. Компания «Профессионал» производит ковши для экскаваторов. Вот расширились, было когда-то 700 рабочих мест, сейчас почти 2000. И компания готова расти и дальше. В особой экономической зоне будет строить новое производство. Третья отрасль – сельское хозяйство. Губернатор пояснил, удалось ввести в оборот 30 тысяч гектаров брошенных земель. Число фермеров выросло в полтора раза. Виток развития глава региона видит в сотрудничестве с госкорпорацией «Росатом». На петербургском форуме было подписано соответствующее соглашение. Станислав Воскресенский подчеркнул, соглашение носит нерамочный характер. Стороны договорились реализации ряда проектов и создания совместных предприятий в Ивановской области. Промышленные компании региона станут поставщиками «Росатома». Госкорпорации же выступят для них партнером. В документе определены направления взаимодействия – развитие технологий ядерной медицины, цифровой энергетики, станочного оборудования, применение углеродного волокна, а также совместная работа в сфере технологического предпринимательства, научно-исследовательской и образовательной деятельности. Отмечается, регион проводит последовательную работу с «Росатомом». Так, при поддержке госкорпорации уже реализуются проекты с применением технологий бережливого производства, инициированы совместные образовательные проекты в энергетике, а также проекты в сфере городского хозяйства. Глава региона не скрывает, надеется, у него будет возможность все проекты реализовать и достигнутые на форме договоренности исполнить. На неделе состоялось с вашим движением губернатора Ивановской области, и президент поддержал вас, так что могу пожелать удачи. Вы знаете, я Ивановскую область по-настоящему полюбил, и люди у нас замечательные, люди классные, очень трудолюбивые, живут пока трудно. Я надеюсь, в случае поддержки людей, принести пользу региону и людям, надеюсь на успех. Дарья Костина, телекомпания «Барс». Сколько общественных бань работает в Иванове из пяти существующих? К Международному банному дню наша съемочная группа проехалась по парилкам. Рейтинг уже готов, покажем его сразу после короткого перерыва на рекламу. Вернемся в студию совсем скоро, не переключайтесь. Вы смотрите программу «Итоги недели». Мы продолжаем. 14 июня любители пар отмечали Международный банный день. Мы попытались выяснить, сколько бань на сегодняшний день работает в Иванове. Кроме этого, проверили их уровень комфорта и наличие дополнительных услуг. Обзор Юлии Семиной. В хвосте нашего обзора с наименьшим количеством баллов оказался оздоровительный центр на улице Парижской коммуны. Сейчас объясним, почему. Прежде всего, внешний вид. Выглядит он довольно странно. Это баня номер пять. Сейчас она, правда, закрыта. Как уверяется руководство, на ремонт до октября. Ну а второе крыльцо оздоровительного центра подходит, видимо, для тех, кому при парке не помогли. Будем надеяться, что после ремонта клиентов именно в бане будет гораздо больше. Отзывы у пятой бани очень хорошие, но вот атмосфера явно подпорчена. Ритуалка в соседней двери. Мрачновато, если хоть раз не в ту дверь зайти. Баня номер пять. Лучшее. Все для посетителей. Персонал душевный. Встретят, пожелают с легким паром, создадут чистоту. А в бане умеренно интенсивный душ и приспособление для пожилых. Спасибо. Напомним, что еще весной жители района устроили почти что целый митинг. Они требовали от власти не закрывать баню, но ее закрыли. Впрочем, руководство обещало за время простоя серьезно обновить помывочную. Итак, баня номер пять. Есть душ, парилка, шкафчики. Дополнительные опции, правда, не радуют. Женское отделение отдали под ритуальные услуги. А раньше можно было воспользоваться солярием, массажным кабинетом и сауной с бассейном. Сейчас об этом можно только мечтать. А эта баня на улице Ташкентской. Сейчас она тоже закрыта на ремонт. Обещают, что закончат через две недели. Будем реконструировать парную. То есть то, что было, мы вообще все сломаем и сделаем, как было лет пять назад. То есть такие большие скамейки, ну как везде во всех банях. Пандемия серьезно сократила клиентскую базу. Но все же и сейчас здесь есть любители попариться. В день приходит около двухсот человек, замечает директор. Сомнительное место, неприятный запах, плесень на стенах, злая кассирша. Но парная отличная, пар супер. И девчонки ходят веселые, но место оставляют желать лучшего. Парит огонь. А так все время в раздевалке влажно. Может, я ходил туда зимой, вытяжки не было. И в этом мне не очень приятно. После бани одеваться сыро. А теперь подведем итоги. Стоит отметить, что баня нагревается парогенератором. В бане есть душ, парилка, бассейны, шкафчики. В качестве дополнительных услуг – только продажа веников. Цена помывки почти во всех банях города – от 150 до 300 рублей. Наш рейтинг продолжает оздоровительный центр под номером 3. Баня находится на улице Болотной. Пока она также закрыта на ремонт. Причем на неопределенный срок. Трудно оставить отзыв. Ведь баня перестала работать еще в лихие ковидные годы. Да и сейчас закрыта без даты открытия. Не добавляет положительных эмоций соседство с СИЗО и стаями бродячих собак, промышляющих на этой улице. Самая лучшая баня в Иванове. Парилка отменная. Мангал можно поставить. Предбанное отделение. Веники. Все есть. Все сюда. Велкам. Получается, что в бане есть душ, парилка и шкафчики. Отсутствует бассейн. Да и будет ли работать – неизвестно. Но, судя по отзывам, заведение пользовалось спросом. Перейдем к бане номер 7 в районе Авдотина. Она работает. В отличие от остальных бань, это закрывается всего лишь на один день. Во вторник проводятся профилактические работы. Остальное время открыто для посещения с 8 утра до 9 вечера. Льготные дни – понедельник, среда и четверг. Парилка просто класс. Парилка постоянно сухая. Температура комфортная. Прогреваешься полностью. Конечно, не помешал бы ремонт в помывочной и в раздевалке. А так супер. Цена билета – 450 рублей. За два часа рекомендую, кто хочет реально попариться. Приехал на самокате. Попросил, пока парюсь, положить самокат в сложенном виде в гардеробную. Обе бабки – кассир и уборщица – после моей просьбы накинулись, как собаки. Начали орать. Как будто я их заставлял с оскорблениями на вытянутых руках его держать, пока я не выйду. Я вообще не понимаю, как такие люди вообще работают в общественных местах. Цена за помывку в этой бане отличается – от 150 до 450 рублей. Стоит отметить, что в бане есть место для отдыха на улице, а внутри – душ, парилка, шкафчики. Бассейн почему-то только в мужском отделении. В качестве дополнительных услуг можно взять шапочку, веник, простыню, а также воспользоваться винтажной сушилкой для волос. Баня занимает второе почетное место в нашем рейтинге. Итак, кто же оказался на пьедестале почета? Банный обзор закрывает оздоровительный центр под номером 9, который пользуется спросом не только у горожан, но и у деревенских жителей. Екатерина Яковлева живет в Беленицах. Она здесь постоянный клиент. А здесь вообще прекрасная баня. Я сюда уже три года езжу, из этой деревни. Мне очень нравится. Не хочу менять. Я все бани, которые здесь у нас есть, все прошел. Мне здесь есть самое лучшее. Есть постоянные клиенты у нас. Многие даже приходят из других районов. Например, вот рабочий поселок, даже из Кохма приходят. Вот. Приходят, даже приезжают из Михалева, из Лежнева к нам. И всем нравится. Баня просто супер. Парилка очень хорошая. Сотрудники все приветливые. Цена, правда, не очень оправданная. Но сейчас цены растут на все. Спасибо за цены. Не баня, а сказка просто. Всем рекомендую. В баньке всегда чистота и порядок. И парилку регулярно обновляют. Короче, идите все в баню. Парилка, бассейн, комната отдыха, душ, шкафчики. Набор стандартный. Но главное, что все в хорошем состоянии. Из дополнительных услуг – сушилка для волос, полотенце и веник. Международный банный день мы провели не впустую. И вам желаем легкого пара. Жаль, что на весь город работающих общественных бань всего лишь две. Юлия Семина, Максим Шишкин, Григорий Мартьянов. Телекомпания «Барс». Памятник Ленина в Иванове на площади его же имени демонтируют в ближайшее время. Скульптуру вместе с фундаментом отправят в мастерскую, где ее будет ждать очистка, затем восстановление. Реставраторы даже планируют воссоздать старинное ограждение памятника в виде гирлянд из листьев. С площади оно исчезло в 90-х. История памятника и подробности предстоящих работ расскажем далее. Прежде чем мы начнем рассказывать о реставрации памятника Ленина, установленного на одноименной площади, мы напомним историю скульптуры. В стране самый первый бронзовый льич появился именно в Иванове. В 1924 году известие о смерти Ленина повергло ивановских рабочих в шок. В городе начались массовые митинги. Власти приняли решение установить памятник Владимиру Ильичу. На его сооружение труженики предприятия отчисляли свой однодневный заработок. Отливали скульптуру в Ленинграде на заводе «Красный Выборжец». Она была относительно небольших размеров – метр восемьдесят. У Ивановского дворца труда памятник простоял 32 года. Сейчас он хранится в музее Первого совета. Причиной демонтажа первой скульптуры стали как раз ее небольшие размеры. Тогда в округе появилось много многоэтажных домов, и памятник перестал вписываться в архитектурный ансамбль города. На замену была установлена скульптура работы Фридмана. Новое изваяние высотой 4,5 метра появилось на площади в 1956 году. И за это время памятник ни разу не ремонтировался. Хотя деформацию заметили уже в 60-м. Но первые реставрационные работы были запланированы на 2014 год. По итогу же ничего. Побудить мэрию к активным действиям удалось только спустя много лет, когда Ленинский районный суд Иваново оштрафовал администрацию на 50 тысяч рублей за невыполнение работ. Начался поиск желающих отремонтировать памятник. За 4 миллиона рублей на конкурс не вышел никто. Контракт удалось заключить лишь в июне этого года с АО «Иваново реставрация» на сумму 9 миллионов 800 тысяч рублей. Сам монумент будет разобран. Все гранитные блоки будут промаркированы и разобраны. Полностью будет демонтирован фундамент. Выполнено устройство нового фундамента, бетонного сердечника. После чего блоки будут собраны на место и скульптура уже выгрузится на свое законное место. Также в рамках этих работ будут воссозданы утраченные чугунные декоративные ограждения по периметру памятника. С памятника удалят все загрязнения – пыль, коррозию, птичий помет. Затем отмоют специальными растворами, иглой вычистят светло-зеленые вкрапления. Потом на эти места нанесут порошок окиси серебра. Надпись «Ленин» будет вновь заполнена сусальным золотом. Реставраторы восполнят утраченные элементы. Сколы планируют воссоздать первоначально существовавшее ограждение в виде бронзовых гирлянд из листьев. Но на этот раз его сделают из чугуна и покрасят черной эмалью. Обновленный памятник должен быть возвращен на место к 1 декабря этого года. Работы начнутся примерно через три недели. Алина Марычева, Сергей Степакин, телекомпания «Барс». Переехать из Санкт-Петербурга в Юревецкий район, создать свою мастерскую ремесел и своим личным примером славить жизнь в деревне. Все это про Евгению Петрову. Она, коренная петербурженка, почти 10 лет назад переехала на ПМЖ в Ёлнать. И говорит, что только это место по-настоящему открывает ей все новые и новые горизонты. Наталья Сергеева и проект ПМЖ представляет. Здравствуйте! Доехали до Ёлнити, ура! Можно зайти? Да, проходите. У нас самое необычное место, я думаю, вообще во всей Ивановской области, если не в России. Потому что у нас живет очень большое количество всяких необычных людей, которые съехались с разных уголков вообще России. Я боялась, что ты злая собака, но... Нет, нет, у него самая страшная опасность – это его слюни, он так он безобидный. Дом, в котором живет семья Евгения Петровой, буквально дышит историей. Ему больше сотни лет. Говорит, этого бревенчатого дедушку им сосватали соседи-друзья. В доме этом живут не только хозяева, но и разные антикварные предметы. Это просто... Это донцы, да, конечно, это все... Зеркало как-то... Зеркало – это питерская помойка. Когда мы жили в Физербурге, у нас вот такая необычная... Была возможность, почему-то некоторые люди старые вещи выкидывали на мусорку. Ну, мы там и собирали, чистили, реставрировали, да. А почему прялки? Донца, они, видите, со всей... Чем они интересны, они же аутентичны совершенно. Например, вот про это очень сложно сказать, но мы решили, что это календарь старый просто записанный. Делится месяца. На самом деле она совершенно каждая не симметрична, очень похожа на старый календарь. Нижегородская с резьбой вот здесь и вот здесь вот представлена. А еще потому что началось с того, что мне было интересно прясть. Мне было интересно прясть, там, мять лен, крапиву, шерсть. Это просто мне было интересно делать. И одна появилась, другая, третья. Евгения Коренная-Петербурженко. Работала там учителем начальных классов, информатики и черчения. Понемногу увлекалась творчеством. Дом в Ёлнате она купила 23 года назад. Все лето с семьей проводили здесь, пока в 2014-м окончательно она не перебралась сюда, в Юревецкий район. Ну мне вот, сколько я здесь живу, у меня еще не было ни одного дня, чтобы я пожалела, что как я уехала. Хотя тетушка моя из Питера, она мне сначала звонила каждый день. Говорит, Женя, слушай, это шум Лейговского, неужели тебя не тянет? Не тянет? Нет, не. Евгения многодетная мама. У нее три сына и дочь. Сейчас, летом, с Женей живет внук Мирон. Семья очень творческая. Старший сын нашей героини сейчас тоже перебрался на ПМЖ в Ёлныть. Открыли с супругой столярную мастерскую. Плюс лечка. Да, это русская печка. Мы ее специально не ломаем, хотя она дымит, парит, но все равно мы ее упорно топим, держим. Она еще старых-старых хозяев осталась, может быть, даже со времен. Единственное, что мы сделали, мы вот сюда приклеили плиточку. Ну, это мои плитки, но всю отбраковку я приклеила. Ой, там ничего особенного нет. И у нас такая вот знаменательная печка. Это вся моя семья. Включая Мирон, отмечает каждый год здесь свой день рождения. А это моя небольшая семья. Небольшая? Дети и их друзья, которые к нам все время приходят. Их жены теперь уже. Евгения с удовольствием рассказывает о своей деревенской жизни. Как она, городская, опытным путем пришла к ленивому огороду и нехлопотному животноводству. Теперь это часть жизни их семьи. Когда я еду в Питер, высотное здание и отсутствие горизонта, в принципе, кусочки неба где-то там над тобой. Вот у меня глаза устают. И когда я возвращаюсь, у меня такое ощущение, что у меня глаза едят. Вот когда ты голодный, ты быстро напихиваешься, ну чем попало. И здесь также ты возвращаешься из города, и у тебя глаза начинают есть эту зелень. Горизонты, уши, слышать тишину и птиц. Потому что сначала тишина, вот когда мы первые годы приехали, тишина просто давила. Надо обязательно было включить музыку, обязательно что-то, чтобы у тебя еще какой-то фон шел сзади. А сейчас наоборот. Вы думаете, почему мы с корзинкой, с котомкой, хотел сказать. Нет, с корзинкой. Мы куда-то едем. Да. Куда мы едем? Мы едем на место нашего будущего проекта, который только начинает и только возрождается. На берегу Ёлнати, в Сосновом Бару, в удивительном месте. Продолжение нашей истории. И вот в этом месте мы, пожалуй, добавим немного таинственности и сохраним интригу. Что за проект рождается на берегу Ёлнати, расскажем в выпуске программы на ПМЖ уже 21 июня. Туда, ближе к реке, уже переехала ремесленная мастерская Евгения. Ее имя – Таволга, как растение. А здесь мои бедные солдатики без нарядов и милые барышни, которых только еще созревают. Лоскутные платьица, лошадки, которые скоро уже пойдут в бой. Но пока вот они все несчастные, голые. И даже еще неизвестно, солдатики это будут или морячки. Скорее всего, морячки. А может быть, это будут бурлаки в всяких бурлатских шапках. Об истории, глубоком замысле, мастерской, а также чем она живет, тоже расскажем уже в программе. Так что не пропустите. Место вдохновения – Юрьевский район. Юрьевский район – место жизни. Ну, а жизнь, она же есть вдохновение, нет? Если так легко философствовать. Сбилось. На этом все. Следующие итоги подведем в следующую субботу. Предлагайте нам свои темы, рассказывайте о проблемах, записывайте видео, присылайте на Барс в любом мессенджере. Смотрите наши новости на сайте Иванова Ньюс, а еще подписывайтесь на нас в Рутюбе, ВКонтакте и Телеграме. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова